Хонда рассекретила третье поколение своего компакт-вена Фрид. Большинству водителей в европейской части России это имя может ничего и не сказать, но вот жители Дальнего Востока наверняка одобрительно закачали головой. Ведь эта модель сочетает в себе компактные размеры и выдающуюся практичность. Правда, внешность в новом поколении стала совсем минималистичной. Так сразу и не угадаешь, Хонда это или что-то другое. Хотя японцы постарались оживить экстерьер. Например, версии Air и CrossStar помимо кроссоверных различий получили разное оформление передка. У них отличаются бамперы и решетка радиатора, а фонари у новой машины оформлены как этакие окошки. В салоне интересного меньше, разве что передняя панель с тканевой отделкой, зато с практичностью все в порядке. Версия Air трехрядная, шестиместная, с двумя раздельными креслами на втором ряду, а CrossStar двухрядный пятиместный, но с большим двухэтажным багажником. Для машины длиной 4,3 метра Хонда, как всегда, предлагает максимум пространства внутри. А вот про технику японцы пока сказали только общие фразы. Новый Freed будет бензиновым и гибридным. Ожидается, что в первой версии под капотом останется атмосферник на полтора литра и 131 лошадину силу в паре с вариатором. Ну а гибрид получит мотор на полтора литра и пару электродвигателей. Впрочем, можно и не гадать, машина поступит в продажу уже в июне. Если вы живете на Дальнем Востоке, напишите в комментариях, будете ли вы ждать, когда этой модели исполнится три года, чтобы ввести ее по низким таможенным ставкам.